К нам присоединяется Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Почему Нуланд лично поехала в Нигер? Я считаю, что это, во-первых, маркер того, что для США переворот был в какой-то мере излишне неожиданным. И обваливал ту структуру присутствия западных интересов в Африке. Потому что мы увидели почти сразу же, как мятежники заявили о том, что определенные договоренности с Францией не будут более соблюдаться. В Нигер находились и, как я понимаю, до сих пор находятся также и американские военнослужащие, которые там в качестве миротворческих сил. То есть мы понимаем, что никто не хочет потерять Нигер из зоны своей прямой подотчетности, из зоны интересов. Никто не хочет провалить Нигер в эту российско-китайскую среду условную, которая в Африке, к сожалению, формируется. И все больше стран туда попадают по каким-либо экономическим или политическим причинам. Так вот, смотря на это все, для понимания, будет ли это действительно военное противостояние? Потому что оно семь дней уже исходит. Этот строк, который давали и в том числе страны ЭКОВАЗ, экономическое сообщество стран Западной Африки. Это так расшифровывая, вдруг кто не помнит или не знает. Так вот, чтобы восстановить конституцию, да, конституционное право в этой стране, чтобы вернуть президента, который удерживается насильно. Ну и, собственно, на переговоры мы видим, что главарь этой хунты не идет. Мы видим, что военный контингент Италии, оттуда Италия уже выводит свои абсолютно нечислительные войска. Но, тем не менее, якобы под предлогом, что эти базы пускай будут для тех людей, которым это понадобится. Мы видим, Франция пока что не спешит выводить свои войска. Войска тоже не сильно численные, около полутора тысяч, если я не ошибаюсь, их там находятся. Вот. И мы видим, Нулан также пытается какие-то переговоры вести, но ей в этом отказывают. И также вагнеровцы туда по, мы видим, пишут о том, что они туда прибывают. Так вот, и видим, что страны Кавакс тоже предъявили участникам, по чистому Нигерии, такой вот ультиматум. И иначе они будут интервенцию вводить, да, вооруженных своих сил в Нигерии. Как вы видите, будет ли противостояние военное, кого и с кем, и действительно поддержит ли, поскольку интересов много, Франция своими войсками страны Кавакс? Как вы видите, будет ли противостояние? Во-первых, Изабель Дюмон прямым текстом сказала, что Франция не будет готовить интервенцию в Нигерии. И точно так же Италия, устами министра Антонио Таяни, заявила о том, что Италия не будет готовить никакую интервенцию по возвращению законной власти в Нигерию. Но мы понимаем, что вот как раз-таки эти решения в том числе они существуют, потому что страны Кавакс решили вводить войска в Нигерию. И вот это абсолютно реалистично. То есть все-таки не Запад, далекий, заморский, непонятный со своими интересами, а именно соседние государства Западной Африки, они являются основными силами, которые способны вернуть президента назад на должность, освободить его из-под стражи, арестовать, условно говоря, мятежников. Самый большой вопрос это то, что у мятежников пока не так много сил. Некоторые оценивают то, что лояльных мятежникам войск всего около 5000 человек, и у них не так много серьезных вооружений. Поэтому, безусловно, появляется опасность в виде того, что туда начнут подтягивать Вагнер и просто любых других наемников из Мали и Буркина-Фасо, которые фактически поддержали переворот в той или иной степени. Тут у меня буквально уточнение. То есть если присоединяется Вагнер, это решение Путина. Правильно я понимаю? Если присоединяется Вагнер, смотрите, Путин не человек, который... Тогда зачем Вагнеру это все? Это просто заработок? Что это? Какие интересные? Вы понимаете, что Африка — это регион, в котором несколько тысяч человек могут контролировать территорию, на которой ресурсов на миллиарды долларов. Чувака Вагнер прекрасно понимает, что любое их действие в последствии очень серьезно окупается. Часть из этих действий потом приносит на стол Путину в виде, смотрите, мы продвигаем геополитический интерес России, противодействуем неким западным политикам в Африке. Параллельно себе в карман ложат какие-то прибыли от контрактов по охране ресурсов, от контрактов по банальному сопровождению грузов или захвату предприятий. То есть в этом есть очень серьезный и довольно плотно подкрепленный экономический интерес, который до российского руководства чаще всего доносится еще и в политическом формате. То есть вот смотрите, мы здесь помогаем нашим друзьям, которые борются с западной коалицией по всему миру, в данном случае и в Африке. А как будет реагировать на происходящее Магриб? Конкретно Алжир меня интересует, граничащая с Нигером страна. Я думаю, они внимательно следят за происходящим. Ну, пока сигналы на самом деле такие, что Алжир скорее поддерживает мятежников, хочет найти с ними какую-то новую рамку взаимодействия. Однако, как по мне, еще мы не видим готовности со стороны Алжира оперативно туда вводить войска, чтобы защитить мятежников. То есть если в случае Саковакс мы видим, что там собрались начальники генеральных штабов, начали обсуждать планы, планы доставки, планы сбора войск, как это все будет происходить, то в случае с Алжиром, Буркина-Фасо и Мали мы, конечно, увидели реакцию в поддержку мятежников в той или иной степени, но мы не увидели конкретных быстрых, что важно, действий с помощью военных. То есть вот это основной ключевой параметр. Они политически могут поддерживать кого угодно, но когда, по сути, счет идет на дни и, ну, может быть, недели, вопрос базируется только на том, будут ли войска, кто отправит войска. Эковакс готов войска отправить. Все остальные, как я вижу, нет. Поэтому, скорее всего, мятежникам придется попытаться сохранить свою власть с помощью исключительно тех сил, которые у них есть в Нигер и тех, кого они наймут из соседних стран. Ярослав, давайте немного про выгоду. Мы часто говорим, когда этот конфликт рассматриваем о том, что Нигера уникальная страна, обладающая уникальными залежами, например, урана. Насколько, как вы думаете, именно ресурсный вопрос послужил причиной тому, что там происходит? Ну, смотрите, в какой-то мере политика – это всегда борьба за контроль над ресурсом, за контроль политическими методами. Как по мне, причиной на самом деле просто послужила пресловутая нестабильность политических режимов многих африканских стран. То есть, к сожалению, в Нигер не оказалось того политического опыта и той стабильности институтов, как просто демократических, так и институтов государственного управления, которые бы позволяли вопросы, которые приводят к госпереворотам, предотвращать заранее. Да, ресурсы – это, конечно, важный побочный эффект, но я бы все-таки сделал ставку на то, что появление вот этой военной хунты – это просто маркер общей слабости той политической системы, в которой Нигер находился. Несмотря на то, что, да, там были проведены демократические выборы и был демократически избранный политик, который сейчас находится под стражей. Но стабильность институтов – это ведь не только выборы, и тем более всего лишь одни, один раз. Как по мне, есть определенный вакуум власти в таких странах, как Нигер, который стимулирует возможность, например, для военных очень быстро стать политическими акторами просто силовым путем. Там нету таких механизмов контроля, как, к примеру, существует в Европе, в США, где значительная часть институционально системы выстроена так, чтобы военные никогда не захватили власть физически, силой. И учитывая то, что вот The Wall Street Journal пишет со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран, да, Эковакс. Кстати, в Эковакс входит 15 стран, в том числе Нигер, да, Мали, Буркино-Фасо. Это те страны, которые точно минусуются касательно, если говорить о интервенции этого экономического соглашения. Так вот, пишет The Wall Street Journal о том, что вооруженные силы региона пока не готовы к интервенции, и им нужно больше времени для ее подготовки. Что имеется в виду вот больше времени и, как говорится, для противостояния этой же власти, которая свергла законного президента. Кстати, это первый, да, демократически обранный президент начиная с 65-го года, если я не ошибаюсь. Ну, с момента независимости. Да, с момента независимости от, потому что это колония Франции бывшая. Так вот, сколько на это времени, и кто может подтянуться, скажем так, для понимания того, что это же не только, как вы вот только что хорошо описали, экономические выгоды, да, кто хочет. Для чего, в принципе, ЭКОВАКСу эта интервенция, это для стабилизации в регионе, поскольку там же тоже интересы сдерживания и терроризма в этом регионе. Как вы считаете, за это время что может случиться, и кто может присоединиться к этой новой самопровозглашенной власти? Я скажу так. Несмотря на то, что в ЭКОВАКС входит 15 стран, не все из них имеют довольно сильные вооруженные силы, тем более такие, которые могут хотя бы частично быть приспособлены к участию в таких вот международных кампаниях по поддержанию порядка, скажем так. Но в ЭКОВАКС входит Нигерия, которая будет, очевидно, краеугольным камнем вот этих вот экспедиционных сил, которые имеют довольно сильные вооруженные силы, которые участвуют в огромном количестве миротворческих операций и прекрасно там, например, вот и в Сьерра-Леоне, и в многих других странах Африки, которые являются менее стабильны, чем Нигерия. Я думаю, что в первую очередь ее войска составят костяк экспедиционных сил. Да, это долго, потому что на самом деле, даже в условиях прямого военного вторжения в страну, быстрое развертывание сил — это вопрос недели чаще всего, потому что войскам нужно получить вооружение, войскам нужно сформировать планы, а все усложняется тем, что контингент скорее всего будет международным, то есть будут участвовать представители разных стран, чтобы не создавать впечатление о том, что вот это, мол, сугубо Нигерия заправляет этой военной стороной ЭКОВАКСа. Но есть важный положительный прецедент. Страны ЭКОВАКС заявили, что они будут в этом участвовать военным путем. Они поставили ультиматум, они собрали начальников генеральных штабов, и поверьте, для регионального блока такое участие, коллективное проведение такой операции — это очень большой прыжок вперед. Они показывают, что вот пока там страны ООН где-нибудь сидят, заседают и делаются резолюциями, ну и мы сейчас видим, даже США в какой-то мере пытались договориться, попросить просто мятежников отдать власть назад законному президенту, то вот есть региональный блок, который способен взять и сделать, причем скорее сделать его в кратчайшие сроки. Кроме того, ранее в ЭКОВАКС, начиная с 2010 года, создавалась общая миротворческая бригада численностью планируемой до 5000 военнослужащих. Вот этого контингента, скорее всего, было бы достаточно для участия в такой операции. Однако я думаю, что будут применяться не столько эти силы, сколько части быстрого реагирования, у которых другая специфика. То есть это в первую очередь те части легкие, которые могут очень быстро развернуться, быстро транспортироваться. Ну, обычно то, что в Украине называется воздушно-десантные войска. Поэтому я считаю, что у миссии ЭКОВАКС есть будущее, и вряд ли мятежники за краткий срок смогут очень быстро, как-то существенно нарастить свои силы, или качество тех вооруженных подразделений, которые у них есть. Даже если они привлекают на свою сторону ЧВК «Вагнер», это не та история, как в Украине, когда у ЧВК «Вагнер» 40-60 тысяч, скажем так, военнослужащих. Хотя понимаем, что это не военнослужащие никакие были, а зэки. Поэтому ЧВК «Вагнер» будет оперировать очень ограниченными силами, которые, скорее всего, могут использоваться как военные инструктора, как спецназ, как какие-то в отдельный случай штурмовые подразделения, но их будет совсем немного на фоне того, что мы видели у «Вагнера» в других регионах. Теперь у меня вот почему я спрашивала, насколько это будет решение присоединения «Вагнера» к этому конфликту. Будет ли это решением Путина, поскольку это всё-таки политическое решение? Как это повлияет, участие «Вагнер», если всё-таки дойдёт до военного противостояния, на отношения России и африканских стран, собственно, тех стран, которые входят в «Экавакс», ну, Нигерию вы уже вспомнили, это главное, и вообще остальных стран Африки, которые были на недавнем саммите в Петербурге, поскольку Путин же официально заявил о том, что полностью финансируется ЧВК «Вагнер» из госбюджета Российской Федерации, который получил 1 миллиард долларов, это я, по словам Путина, напоминаю нашим зрителям, как это, в принципе, с политической точки зрения, повлияет на отношения России и африканских стран, если снова-таки будет вовлечена Россия руками «Вагнера» в очередной конфликт на африканском континенте? Скорее всего, Россия и Россия таким образом в глазах стран Африки ещё раз распишется в том, чем она для них, для этих стран Африки является. Почему? Потому что те страны, с которыми, так сказать, Россия дружит, это те страны, которые не против военного присутствия России и которым самим в какой-то мере для удержания, например, власти, какие-то политические деятели согласились на такое военное присутствие ЧВК «Вагнер» или советников из России и чего-то подобного. То есть для союзников России этот шаг понятный, потому что во многом их, вот эти российско-африканские вопросы и держатся на том, что Россия им поставляет какие-то, скажем так, каких-то наёмников или обучает у себя офицеров из африканских стран или поставляет какие-то даже образцы вооружений. Для тех стран Африки, которые вместе с Западом, которые против России, против её военного присутствия в Африке, против ЧВК «Вагнер» это просто ещё раз доказательство того, что Россия — это агрессивная сила региона, которой стоит противодействовать. Но в целом вот эта ситуация, она не меняет статус-кво. То есть она просто ещё раз укрепляет страны Африки в их мышлении. Все прекрасно понимают, что это ещё один акт. В каких условиях это всё происходит? Условия похожи предыдущим. Поэтому, как по мне, для России это всё ещё не политическое решение, а решение, скажем так, на стыке экономического влияния и военного. Потому что то, что Россия создала вот эту ЧВК «Вагнер», которая якобы действует не от имени российского правительства, для российского правительства даёт иллюзорную возможность показывать, что так это же частная структура, и не отвечать как бы за их действия. И делать так, чтобы действия ЧВК «Вагнер» не рассматривались как часть российской внешней политики. Так было возможно в начале их существования, но сейчас уже в целом западные страны сформировали довольно сильную аналитическую оценку того, как стоит оценивать действия «Вагнера». Все понимают, что это продвижение интересов России под чужим флагом, под флагом некой якобы нейтральной частной структуры. Поэтому это всего лишь, скажем так, ожидаемое звено в цепочке противостояния за Африку. Оно не сказать, что очень много изменяет, потому что это противостояние происходит на самом деле по традиционным для Африки контекстам. Россия появляется там, где существует слабость государственной власти и запрос на какую-то силу военную, которую способны оказывать как поддержку тому или иному политическому режиму. Россия пытается продвигая эту силу, использовать ее для перевода отношений в более лояльное русло. Ярослав, мы еще вернемся сегодня к ЧВК «Вагнер». У нас есть авторский материал Алексея Мацуки. Он разбирает то, что делают наемники и куда, где их еще стоит ждать. На самом деле это, конечно, очень большая беда, которая не только коснулась Украины, но и, видите, глобального мира. Спасибо вам, Ярослав, что нашли время утром подсоединиться к нашему эфиру. Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина», был у нас в эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.